Здравствуйте! Новости в эфире в студии Анны Рязановой. Смотрите прямо сейчас. Северодвинск против. В городе Крабелов прошел митинг против строительства полигона в Рикосике. Из Петербурга в Вельск. Такой выставочный маршрут откроется уже в ноябре в Доме книги в южной столице Поморья. И урок от звезды мирового масштаба. Многократный победитель турниров по тайскому боксу. Артем Левин поделился с архангельскими спортсменами с секретами успеха. Северодвинск в минувшее воскресенье снова присоединился к российским протестным акциям. Но если в Москве и Петербурге прошли митинги памяти Бориса Немцова, то в городе Крабелов выступили против строительства мусорных технопарков Рикосихи и Нашейсе. На митинги собрались не только жители Северодвинска. По данным полиции было 2000 участников. Организаторы называют другую цифру 12 тысяч. Люди стояли с плакатами «Русский Север не помойка», «Цвет настроения ШИЭС», «Да, раздельному сбору отходов нет мусорным полигоном». Экосознание северян за последние месяцы выросло в разы. Сегодня большинство из нас ищет свои ответы на вопрос, какой должна быть в регионе новая система обращения с отходами. Решение в каждом регионе построить свой мусороперерабатывающий завод? В раздельном сборе мусора, однозначно. Во вторичной переработке, естественно. Естественно, весь народ уже давным-давно готов. У нас есть контейнеры, и в принципе дома не составляет труда разделить мусор. Должны все собраться и начинать перерабатывать отходы дома у себя. То есть, сначала разделять мусор самостоятельно. Заводы по переработке нужны, мусоросжигающие не нужны. Эта же тема станет ключевой на другой площадке. 26 февраля в Архангельске пройдет первый региональный экологический форум, где к разговору с представителями протеста присоединятся эксперты, общественные деятели и депутаты. К другим темам. Кинотеатр «Север», бывший пивзавод, дом полковника Карцева. Все эти объекты культурного наследия региона начнут реставрировать в этом году. Всего 11 памятников. Большинство из них объединяет госпрограмма, но некоторые попали в частные руки. В чем разница, расскажет Наталья Пулина. Из Петербурга в Вельск. Такой маршрут откроется уже в ноябре. Правда, пока в виде выставки Российского этнографического музея. Разместится экспозиция в современном центре, коим станет дом книги в южной столице Поморья после комплексной реставрации. На сегодняшний день фасады здания приведены в порядок. Во внутренних помещениях проведены штукатурно-малярдные работы. Смонтирована система отопления. Двумя выставками музей Вельска отметит свой столетний юбилей. По сравнению с ним, бывший кинотеатр «Север», который открылся в Архангельске в 1915 году под названием «Эдисон», только в начале пути, хотя проект реставрации был разработан еще в 2004. В 15 лет он пылился в столе из-за отсутствия финансирования и постепенно терял свою актуальность. Сегодня средства на реставрацию появились, но уже сам проект требует доработки. Здесь сам объект будет предназначен для реализации социокультурных каких-то инициатив, в том числе для разных групп населения. Поэтому здесь все элементы приспособления должны быть проектировщиком учтены. Еще один объект – дом полковника Карцева на набережной Северной Двины, 121. Проект реставрации этого памятника первой половины XIX века уже готов. В этом году преобразится фасад, соколь и кровля здания. Но не всем памятникам архитектуры одинаково повезло. Известный всем архангелогородцам комплекс пивзавода Суркова получил статус объекта культурного наследия в далеком 1987 году. Четверть века здания разрушались, прежде чем началась разработка проекта реставрации. Правда, за эти работы взялись частные руки холдинга «Аквилон Инвест». В итоге, спустя всего несколько месяцев после начала противоаварийных работ, областная прокуратура нашла нарушение и возбудила административное дело. В такой реставрации ничего хорошего не видит и бывший архитектор города и области, внештатный советник губернатора Дмитрий Яскорский. У меня лично сомнения в такой реставрации возникли с первого дня, когда я узнал, что на этом месте, собственно говоря, проектируется не общественный комплекс. Здесь не собираются делать общественный комплекс. Да, будут, очевидно, коммерческие какие-то помещения, выходящие на улицу, сдаваемые в аренду. Но в целом вся эта территория достаточно большая превращается в очередной многоквартирный жилой комплекс. В столице Поморья те или иные реставрационные работы коснутся северной башни гостиных дворов, здания банковской конторы и торгового дома на Поморской-1. Всего в 2019 году в рамках государственной программы «Культура русского севера» значительно обновятся 11 объектов культурного наследия региона. Наталья Пульна, Денис Линчевский, Ольга Красулина и Анатолий Квасков. Регион-29. В Архангельске прошло празднование Дня защитника Отечества. И вот торжества начались с мероприятий у Стеллы воинской славы. Первые лица региона, представители силовых структур и общественных организаций отдали дань памяти разным поколениям защитников страны и поздравили всех, кто в наши дни несет военную службу. Сегодня десятки тысяч наших ребят служат, сегодня уже много и девчонок служат в рядах вооруженных сил. Ну и на самом деле город, который стоит на краю нашей страны, всегда был форпостом для Родины. У меня сын военнослужащий, в настоящий момент времени он несет боевую бахту. И я как мама военнослужащего, очень всем, особенно молодым солдатам, офицерам, хочу сказать о том, что помните, что вами гордятся и вас дома ждут. У Вечного огня прошел торжественный митинг. Защитник Отечества – это очень сильный образ, очень много в себе собирающих. И то, что мы в этот праздник говорим о людях, которые защитили страну в трудную минуту, и на полях сражений войн, выполняя интернациональный долг – это великая память о великом подвиге. Вспомнили и тех, кто трудится на заводах и оборонных предприятиях, тем самым защищает Родину в тылу. Урок от звезды мирового масштаба получили архангельские спортсмены, многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу, и среди профессионалов, и среди любителей заслуженный мастер спорта России. В Архангельск Артем Левин приехал впервые. До мастер-класса дети смогли задать знаменитости каверзные вопросы, а он, в свою очередь, рассказал, в чем секрет его успеха. Все записал Артемий Заварзин. Когда начал заниматься спортом? Каким был самый сложный бой? О карьере Артема Левина маленьким спортсменам интересно все до мелочей. Узнать секрет успеха некоторые из них приехали из Котласа и Северодвинска. Многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу среди и профессионалов, и любителей в Архангельске впервые. Это чемпион Глории. Он выступал за пояс. Он выиграл этот пояс. Я часто смотрю его бои. Он уклоняется хорошо. Артем Левин рассказывает, с мастер-классами объехал полустраны. И хоть сейчас спортсмен живет в Америке, за успехами россиян следит тщательно. Признается, в качестве педагога себя не видит. Он, скорее, наставник, который заставляет детей поверить в свои силы. Моя задача – популяризация не только тайского бокса, но и здорового образа жизни, спортивного. И того, чтобы молодые ребята занимались спортом, чтобы они тянулись к победам, чтобы они понимали, что из такого маленького городка можно добиться. Главное – ставить себе цель и верить в себя. Сейчас карта развития тайского бокса в нашем регионе невелика. Но рост есть и довольно заметный. Среди центров развития этого вида спорта – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район. В 2018-м присоединился Вельск и Котлас. В 2019-м – Красноборск. Если мы в 2015-м году 46-50 участников было на областном турнире, то уже на Кубке Архангельской области 2018-го года было 146 участников. Уровень, конечно, нас в некоторых регионах уступает, так как слабая конкуренция внутри всего региона. Но мы вот сейчас в марте месяце поедем на чемпионат оперативного Ленинградской области и, думаю, составим хорошую конкуренцию. В планах – открыть отделение Федерации тайского бокса в Мезенском районе. В мечтах на перспективу – приобщить к этому виду спорта как можно больше районов Архангельской области. Артемий Заварзин, Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29. Очередную победу в чемпионате страны одержал архангельский водник. В упорной борьбе наша команда переиграла в Кемерово местный Кузбасс. В дебюте игры хозяева льда были активнее, создав несколько опасных моментов у ворот желто-зеленых. Однако именно водник открыл счет в игре, а к 20-й минуте оторвался на два мяча. Плохое начало не сломило кемеровских хоккеистов. К концу тайма им удалось сделать мощный рывок и трижды пробить Михаила Заостровцева. Практически всю вторую половину встречи водник провел в положении догоняющего. Наша команда трижды сводила счет к ничейному. Развязка в игре наступила на 84-й минуте. Дмитрий Иванов забил решающий мяч. Итог 6-5. Водник побеждает и продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий матч желто-зеленый проведут 27 февраля в Новосибирске, где сыграют против Сипсельмаша. Такие новости к этому часу. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин